Конец августа нынешнего года отмечен плодотворной патриотической работой. В Глинковском районе прошла 21-я международная учебно-тренировочная вахта памяти. В этих лесах когда-то шли ожесточенные бои. Об этом говорят в том числе карты местности тех лет и архивные документы, которые были изучены поисковиками. Мы находимся сейчас на траншее боевой. Видно, что траншея в ходе боя переходила из рук в руки. Изначально она немецкая. И потом перекопа на нашими в сторону наступления уже. На вахту приехали 64 отряда. Поисковики из Литвы, Белоруссии и 13 регионов России. Всего около 800 человек. Они приступили к работе уже в первый день. Двигает такое чувство, что надо найти бойцов. Потому что бойцы лежали больше 70 лет, они ждали этого подъема. Они погибли за нашу родину и были забыты. И мы хотим восстановить это все и достойно их уже захоронить. Эта вахта не случайно называется тренировочной. Кроме поисковых работ, участники проводят ежедневные конкурсы, семинары и тренинги. Это не только дает новые знания, но и помогает участникам познакомиться друг с другом и работать слаженнее. По разным группам проходят теоретические занятия, которые проводят лучшие наши специалисты. Это и по оказанию первой медицинской помощи, и ориентирование в лесу, и работа с архивами. Это занятия по анатомии, потому что мы занимаемся раскопками, и нам хорошенько нужно в этом разбираться, анатомии человека. Занятия по работе с медальонами, занятия по технике безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов. Но это целый комплекс, это десятки занятий. И отряды, которые приезжают, они имеют право даже выбора, потому что кто-то в чем-то силен, что-то могут и сами командиры дать. Абсолютно любая вахта памяти – шанс восстановить имена и судьбы участников Великой Отечественной войны. Больше о своих предках теперь знает Юрий Никулушкин из Тульской области. Одним из отрядов, который работает на этой вахте памяти, весной были обнаружены останки бойца. Как оказалось позже, это прадед Юрия. Останки героя переместят на родную землю и похоронят вместе с супругой. Смешанные чувства какой-то и благодарность, и какое-то, может быть, даже упокоение теперь, что знаю, что все практически родственники, которые вывалят, они теперь нашли свое место на этой земле. 12 дней, которые продолжалась нынешняя вахта памяти, дали свои результаты. Подняты останки 117 воинов, найдено 14 медальонов, установлено 8 имен. А еще это поисковая операция, передача опыта и воспитания молодых поисковиков. Ведь именно им когда-нибудь предстоит поставить точку в истории о героях Великой Отечественной войны.